МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты ОРТ и я, Максим Самойлов, готовы подвести информационные итоги этой среды. В эфире новости дня. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальные объекты и производственные совещания. Губернатор с рабочим визитом на востоке области. Система эко-мониторинга в действии. Данные 42 пунктов наблюдения за качеством воздуха теперь доступны каждому оренбургцу. Проверить качество. Дома для переселенцев осматривают федеральные эксперты. Совпадают ли желания с реальностью? Какие подарки ждут женщины к 8 марта? Сроки ремонта в театре кукол сокращены. Какие задачи стоят перед подрядчиками? Начнем с предупреждения МЧС о неблагоприятных погодных условиях. По данным Оренбургского гидрометцентра, в ближайшие сутки 5 марта местами по области ожидается туман. Видимость 500 метров и менее. Водители просят быть максимально внимательными при передвижении по трассам. Соблюдать соответствующий скоростной режим. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 01. Сотовая связь 101 со всех мобильных операторов. Теперь о происшествиях. Подсудимый поранил себя и судебного пристава ножом. Инцидент произошел в Сорочинском районном суде. 48-летний мужчина пронес в здание керамический нож. Во время оглашения приговора, с которым подсудимый был не согласен, он ранил себя и пристава, который пытался его удержать. Подозреваемый осужден к реальному сроку отбывания наказания по приговору суда и взят под стражу. Региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении судебного пристава. Следователи проверят и действия самих судебных приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов. И к официальной хронике. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер работал на Востоке области. Он провел совещание в администрациях Орска и Новотроицка. Побывал на предприятии «Уральская сталь». Осмотрел социальные объекты. Какие решения приняты, по телефону передает наш корреспондент Виталий Дерябин. В Новотроицке губернатор принял участие в запуске после реконструкции электростали плавильной печи на комбинате «Уральская сталь». Поздравил работников предприятия с юбилеем. В эти дни комбинат отмечает 65-летие. А также подписал очередное соглашение о сотрудничестве с руководством компании «Металл Инвест» и администрацией города, которая предполагает участие «Уральской сталь» в софинансировании социальных программ. В частности, из этих средств будет выделено 65 миллионов рублей для завершения реконструкции городской поликлиники номер 2. Общая смета работ превысит 120 миллионов рублей. Открытие учреждения здравоохранения после капремонта планируется этим летом. А в Орске две недели назад начал работу новый консультативный диагностический центр. В нем работают специалисты областной клинической больницы номер 1 и областной детской больницы. Они проходят прием пациентов со всего Восточного Оренбурья. Людям теперь нет необходимости ездить в Оренбург для уточнения диагноза и назначения лечения в областных клиниках. Центр открыт на базе бывшей частной клиники. Здание выкуплено в готовом виде и не потребовало фактически никаких бюджетных вложений. Виталий Дерябин, Константин Воробьев. Для программы «Новости дня» из Орска и Новотроицка. Проверить превышение ПДК теперь можно онлайн. В областном центре презентовали единую систему экологического мониторинга. Она объединила больше 40 пунктов наблюдения за качеством воздуха. Теперь узнать о возможных выбросах вредных веществ может каждый оренбуржец. Одну из первых систему протестировала и моя коллега Анастасия Синченкова. Экологическая ситуация в регионе на интерактивной карте. Зеленые индикаторы, пункты мониторинга качества воздуха. Всего их 42. В случае выброса станции проинформируют красным цветом. Информация обновляется круглосуточно. Новые данные появляются каждые 20 минут. Воспользоваться новой системой может каждый житель региона. Для этого нужно выбрать интересующий район. Например, Ташлинский, село Луговое. Превышение здесь сейчас не зафиксировано. Таблица отражает не только содержание сероводорода, но и других опасных веществ. Экологические посты сосредоточены в центре и на западе области. Там, где проблема стоит особенно остро. Перволодский, Ташлинский и Сакмарские районы. В 2019 году жители именно этих территорий жалуются на удушающий запах сероводорода. Проблему видят в деятельности нефтяных компаний. Работу некоторых из них через суд удается приостановить. Всего же за минувший год возбуждено 10 уголовных дел по факту превышения ПДК. Проблема на особом контроле не только у правоохранителей, но и у правительства региона. Губернатор области проводит выездные совещания, встречается с представителями бизнеса. Именно Денис Паслер ставит задачу создать единую систему экологического мониторинга. По России это достаточно уникальная система. Потому что такое количество постов, находящихся в единой системе, только для крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, характерно. Но тут мы тоже можем даже похвастаться количеством заведенных станций и охватом территории. Пункты мониторинга появлялись в регионе на протяжении последних 10 лет. Каждый пост находился в ведомстве разных компаний экологических служб. Единая система позволит оперативнее реагировать на ухудшение экологической обстановки всем ответственным ведомствам. С одной стороны и гражданам будет легче отслеживать происходящее. Предприятиям, которые находятся недалеко от этих постов, будет понятнее и оперативнее приходить информация о том, происходят какие-то нарушения там или нет. Но, соответственно, и контролирующим органам будет легче работать. В планах расширения системы на сайте будет появляться не только актуальная информация о выбросах в воздухе, но и состоянии почвы и воды. Анастасия Синченко, Владислав Горбунов и Игорь Бероев. Новости дня. Тысячи проверок, предписаний и обращений граждан. Оренбургская государственная жилищная инспекция подводит итоги 2019 года. За прошедший период оренбуржцы стали чаще обращаться с жалобами ведомства. Большинство из них связано с ненадлежащим содержанием многоквартирных домов и начислением квартплаты. На особом контроле госжилинспекции дома, которые выбрали непосредственный способ управления. Такие зачастую игнорируют предписания по обслуживанию внутридомового газового оборудования. В отношении самых нерадивых возбуждены более сотни дел об административных правонарушениях. Не остается без внимания и вывоз мусора, капитальный ремонт жилых помещений. За невыполнение предписания ГЖИ три управляющих компании были наказаны. Их дома были исключены из реестра. Два раза была привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований. Это не передача технической документации на многоквартирный дом. За эти два грубых нарушения, которые в течение года они совершили, мы исключили все дома из реестра лицензии. Не остался без внимания и факт с управляющей компанией Оренбургская, когда без управления остались почти 800 домов. Сейчас эта ситуация разрешена и находится на особом контроле. Скандально известными домами для переселенцев из аварийного жилья заинтересовались федеральные эксперты. Они провели проверку сразу на двух объектах. Это многоквартирные дома в хуторе Степановский, а также поселке Кушкуль. Специалисты осматривали подвалы, чердаки, а также прошлись по квартирам, чтобы понять, насколько жалобы жителей многострадальных новостроек являются обоснованными. Подробности у Натальи Мороз. К большим делегациям проверяющих на улице Мирненской 40-1, что в поселке Кушкуль уже привыкли. В этом доме люди живут второй год, но проблем с каждым днем лишь прибавляется. В этом году потекла на кухне крыша и навесной потолок у нас провис. У меня двое маленьких несовершеннолетних детей, где какая-то астма, какое-то другое заболевание, то, что мы себе заработаем. Мы боимся, что наш дом сложится, как карточный домик. Трехэтажный дом на Мирненской не раз становился объектом внимания СМИ. Дом строился для переселенцев из ветхого аварийного жилья. Сроки сдачи несколько раз переносились. В интервью нашему телеканалу в 2017-м представитель застройщика объясняет, все обязательства подрядчик выполнил. Объект относится к быстровозводимым. На каждый дом было затрачено минимум времени на сборку, отделку в пределах двух месяцев. Поэтому свои обязательства мы выполняли в срок. На этапе ввода жилья в эксплуатацию в дело вмешивается прокуратура. Уже тогда надзорное ведомство обращает внимание на качество строения. Нарушена целостность системы отопления, то есть вырезаны куски трубы отопления. Нарушена герметичность дымоходов, индивидуального газового котла, который находится в жилом помещении. Отсутствует стяжка на балконных плитах. Подписаны акты приема передачи данных жилых помещений со стороны застройщика и заказчика, то есть управления жилищной политикой администрации города Оренбурга. По данным прокуратуры, застройщикам было заключено несколько муниципальных договоров на общую сумму порядка 170 миллионов рублей. Большая часть денег на момент ввода здания в эксплуатацию строительная фирма получила. Жалобы от жителей стали поступать сразу же, как только оренбуржцы отметили новоселье. С 2019 года дом на улице Мирнинская 40-1 на контроле регионального Минстроя. Компании, которые строили эти дома, они сейчас уже по этому дому, сколько я знаю, по-моему, они уже на стадии банкротства находятся. То есть предъявить им претензии очень сложно и заставить их устранить все эти недоделки, хотя они справедливы. Промерзание стен, нарушение работы вентиляции, разрушение стяжки. Федеральные эксперты подтверждают, все эти дефекты, на которые жалуются жители, требуют исправления. Будем обращаться к администрации, администрация будет обращаться к застройщику. Я надеюсь, что данные все недостатки, которые мы нашли, будут устранены. Есть конкурсные управляющие, значит, должны будут как-то изыскивать. В дальнейшем будут тогда есть бюджетных средств местной администрации. Дом в Кушкулях не единственный объект в списке экспертов. На контроле многоэтажка в Хоторе-Степановском. Люди заселились сюда в 2016 году. Здесь также обнаружен целый ряд нарушений, устранить которые подрядчик, по данным регионального минстроя, должен в рамках гарантийных обязательств до 17 марта 2020 года. Наталья Мороз, Константин Воробьев и Игорь Бероев. Новости дня. До дня 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне осталось 65 дней. Страна готовится к этому празднику. Но не все муниципалитеты области ответственно подошли к столь значимому событию. Главные символы памяти – мемориалы вечного огня в некоторых городах и поселках области в удручающем состоянии. В каких населенных пунктах вечный огонь оказался не вечным и как к этому относятся простые оренбуржцы, расскажет Ольга Энгельс. Мемориал славы и памяти в Кувандыке. Эти кадры нам прислали туристы. Чтобы пробраться к памятникам героев, нужно преодолеть глубокие сугробы, говорят они. А лучше прийти с лопатой, сетуют местные жители. Вечный огонь здесь потушили еще в прошлом году. И зажигают только по праздникам. Мы решили посетить достопримечательности этого города. И вот когда мы были на мемориале погибшим воинам, мы, конечно, были шокированы тем, что там все находится под снегом. Мы хотя бы туда поднялись. Вечный огонь вообще прям от пятиконечной звезды. Только буквально один угол. Это из-под снега виден был. Не о каком-то вечном огне речи, конечно, нет. Почти всю зиму был завален снегом мемориал Ивасикеева. После многочисленных просьб местных жителей его все-таки расчистили и зажгли. Тем более, что горелка подключена к магистральному газопроводу. Сегодня в регионе более двухсот мемориалов памяти и только около двадцати действуют постоянно. Другие потушены в целях экономии. По особым праздникам к ним подключают газовый баллон. К таким территориям относятся Акбулак. Здесь чиновники несколько лет пытаются сделать настоящий вечный огонь. Но все упирается в сложную экономическую ситуацию. Ну, там на жиженом газе, он говорит, во все праздники, там Дни Победы, там посвященные Дни Скорби, памяти, самосостояние. Писали, что округлый год. Округлый год – это наш бюджет. Не хватит, чтобы газ такой дорогущий. Природный газ туда не подводится, потому что там проект миллионы стоит. Сэкономили на памяти и в Матвеевском районе, и в Ясницком городском округе, и еще в десятках населенных пунктах Оренбуржья. Как отмечают специалисты, в год на содержание мемориала уходит около полумиллиона рублей. Не стали считаться затратами в Бузулуке и Орске. Там огонь действительно вечный. Еще два года назад в российском законодательстве появилось понятие «вечный огонь» и «памятный». Разница лишь в том, что один горит постоянно, другой зажигают лишь в празднике. В муниципалитетах области большинство обозначены как «вечные», но, к сожалению, не горящие. Вечный огонь – не просто памятник для большинства россиян. Это символ бесконечной веры в страну, победу и мир. И потушить его все равно, что предать память героев, особенно в год 75-летия победы над фашизмом. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня. Мемориалы необходимо привести в порядок. Эту задачу сегодня поставили главам всех муниципалитетов в Доме Советов. Там сегодня прошло заседание Оргкомитета, основной темой которого стала подготовка к главному празднику этой весны. Первое, на что требует обратить внимание Дмитрий Кулагин, обращаясь по видеосвязи к главам территории, так это активизировать работу местной власти и вручить юбилейные медали всем участникам Великой Отечественной войны. На сегодня из 15 тысяч медалей торжественно вручили только третью часть. Вот когда было последнее заседание Оргкомитета, мы говорили, что у нас живет 546 участников Великой Отечественной войны, сейчас 520. Вот буквально за три недели, прошедшие с последнего заседания, вдумайтесь, 26 человек ушли из жизни. Страшные потери для всех, для нас. Поэтому вручить медаль ветерану, это, ну я не знаю, продлить ему жизнь. Это новости дня. Не переключайтесь. Далее в программе вы узнаете. Совпадают ли желания с реальностью? Какие подарки ждут женщины к 8 марта? Сроки ремонта в театре кукол сокращены. Какие задачи стоят перед подрядчиками? Мы продолжаем. Совсем немного остается до празднования Международного женского дня. И пока женщины гадают, что получат в подарок на 8 марта, аналитики уже составили топ самых популярных презентов в 2020 году и их стоимость. Судя по самым популярным запросам в интернете, девушки в праздник точно получат много сладкого. По данным аналитиков, россияне в эти дни в полтора раза чаще стали искать в интернете конфеты в коробках. Количество запросов больше обычного в два с половиной раза. На втором месте по популярности комнатные цветы в качестве альтернативы букетам. Следующими по частоте запросов идут сковородки и сотейники. Еще одна популярная категория – товары для красоты. Фены и лампы для сушки гель-лака, а также электрические зубные щетки. Коллекцию мелкой бытовой техники может пополнить и аэрогриль. Спрос на него тоже подрос. А средние цены на такие подарки варьируются от 350 рублей до 7 тысяч. И к новостям из мира финансов. В минусе иностранная валюта, доллары и евро теряют 36,20 копеек соответственно. Данные Центробанка на 5 марта на ваших экранах. Наша съемочная группа вышла на улицы города и узнала о желаниях женщин Оренбурга. О чем весной мечтают представительницы прекрасного пола, расскажем прямо сейчас. Большой букет цветов. Ну, как-то духи – это все обыденно. Вот, а цветы всегда радуют. Потому что сейчас пока холодно, серо, а цветы яркие. Ну, честно говоря, я хотела бы получить книги. Потому что я не так часто покупаю книги самостоятельно. И мне особенно приятно, когда человек знает о том, что я читаю, что мне подарить. Отдых где-нибудь за городом. Ну, немножко отвлечься от городской суеты. Ну, свидание вообще, в принципе. Ну, то есть, организованное что-то, типа как после ужина гостиницы, например. Вот, да, такое было. Ну, это банальный подарок – это букет от папы. Даже не знаю, наверное, буду банально. Хочу хорошую сковородку, чтобы удивлять мужа, ребенка. И себе облегчить, наверное, какие-то бытовые кухонные деяния. Ну, не знаю, может быть, какой-то полезный, практичный. Может быть, сертификат какой-то. Или что-то такое, что можно применить. Ну, мне всегда дарят цветы, я очень цветы люблю. Это самый дорогой для меня подарок. Наш экспресс-опрос показывает, каждая вторая рембуженка будет рада букету цветов. Почти 20% женщин хотят получить бытовую технику. Это может быть фен, посудомоечная машина. Еще четверть представительниц прекрасного пола в этот день ждут от своих мужчин повышенного внимания. Сроки сократили. Областной театр кукол должны отремонтировать до конца года. Об этом заявили в региональном министерстве культуры. Ранее сообщалось, что на полную реставрацию объекта должно уйти не меньше двух лет. Успеет ли подрядная организация выполнить амбициозные задачи, поставленные чиновниками? И что происходит в театре кукол сегодня? Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила подробности. Здание областного театра кукол, куда еще полгода назад бежали дети, теперь спрятано за железным забором. Судя по надписи на табличке, здесь идет капитальный ремонт. Внешне незаметно, пока вся работа кипит внутри театра. К капитальному ремонту специалисты подрядной организации приступили еще до Нового года. На данный момент завершаются демонтажные работы. Параллельно идет подготовка к установке лестничных клеток, усилению перекрытий и проемов. Мы открываем, отбиваем стены, очищаем стены от старой штукатурки практически 100%. Естественно, все появляется, много нового. И принимаем оперативное решение, что необходимо сделать в той или иной ситуации. Сроки очень жесткие. Будем справляться, будем стараться прикладывать все усилия, чтобы все было в рамках нашего контракта. Это здание – объект культурного наследия, одна из первых крупных торговых построек Оренбурга. Является частью памятника истории культуры 18 века – гостиного двора. Последний раз капитальный ремонт здесь сделали в 1979 году. С тех пор внутреннее убранство храма Мельпомены не менялось. Не было никакого ремонта, даже в общем-то текущего. Только некоторые самые срочные оперативные моменты, которые необходимо было ликвидировать или добавить, вот это происходило. А вот такого комплексного, настоящего преображения, которого этот театр давно заслужил, его действительно очень долго не было. На ремонт и полное переоснащение областного театра «Кукол» выделено почти 200 миллионов рублей. Средства федерального и регионального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Планируется не только вернуть исторический облик здания, восстановить колонны и козырьки, но и сделать его современным. До мелочей проработан дизайн каждого помещения. После ремонта изменится принцип работы сцены. Как происходит перепланировка рационального использования каждой площади. Как это будет? Как по-другому будет выглядеть сцена, по-другому будет выглядеть зал? Зал по количеству мест уменьшится, но мне кажется, что это как раз плюс, а не минус, потому что вырастет сцена, вырастут звуковые помещения, световые помещения, и это будет только лишь улучшать результат. Перед подрядчиками стоит серьезная задача завершить все работы уже к 5 декабря 2020 года, чтобы новогодние представления оренбургские малыши увидели уже в новом свете. А в следующем году планируется начать ремонт дома Тимашевых, помещение, которое также отдали в распоряжение областного театра «Кукол». Там расположатся творческие лаборатории, телевизионные мастерские и театральная студия. Пока прорабатывается проект реконструкции здания. Анонимых, Виталий Дерябин, Владислав Горбунов. Новости дня. И в конце выпуска информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ Оренбургским производственным отделением филиала Оренбург Энерго, завтра, 5 марта, будет временно ограничена подача электроэнергии. Отключения коснутся жилых домов в областном центре Оренбургском районе. С 9 до 17 часов без света останутся дома в центральном и промышленном районе Оренбурга. Будьте внимательны. Точные адреса на ваших экранах. И с часу до 5 дня электричества не будет в домах поселков Нижняя Павловка, Весенний, Подгородняя Покровка. Компания приносит извинения жителям за временные неудобства. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии 98 48 48. На этом все. Впереди вас ждет коммерческая информация. И мой коллега Анатолий Юденич подробно расскажет о спортивных событиях. Напомню, эту и другие программы вы всегда сможете найти на официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Я с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. Сервис комфорт, забота, стиль Хилтон Гардена на Оренбург взял самую престижную премию среди отельеров России. Он стал лучшим 4-звездочным бизнес-отелем в стране. В 25 номинациях 6-й федеральной премии гостеприимства Russian Hospitality World силами мерились 597 отелей из 80 городов страны. Наш Хилтон стал лучшим в самые весомые из них. Нам удалось победить благодаря нашей сплоченной команде и, конечно, нашему искреннему отношению каждому гостю нашего отеля и ресторана. Ну и, безусловно, это стало возможным благодаря нашей управляющей компании «Дом Хоспиталити», которая открывала этот отель и также в которой работает основной топ-менеджмент нашего отеля. Партнер отеля «Ресторан Карин» также вышел в финал премии. Уже во второй раз вошел в пятерку лучших ресторанов при отелях России. Это заслуга огромной команды, в которой ежедневно трудится полсотни человек. Наш несменный шеф – это Евгений Сарапятов, гуру местной кулинарии, то есть несменный лидер команды поваров в штате 25 человек. Ежедневно через наш ресторан проходит 200-250 человек. И мы стараемся, чтобы все люди уходили от нас довольны. Напомню, отель распахнул свою дверь в октябре 2017-го. И за это время принял больше 50 тысяч гостей самого разного статуса. В основном это российские, зарубежные бизнес-туристы. Я уверена в том, что открытие нашего отеля повлияло на инвестиционную привлекательность региона в целом. И кроме того, безусловно, повысило качество услуг на рынке отелей и ресторанов города Оренбурга. Вывод напрашивается сам собой. Отель «Хилтон Гарден» на Оренбург – лучшая четверка в России, которая работает на 5 с плюсом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова